Лесли, может просто нахуй все это? Нахуй все это, это всегда по определению. У меня же религия хуйняет. Нахуй все это. Нахуй все это я посылаю раз по пять на дню. Так что, нахуй все это. Если тебе перестань манипулировать людьми и работай над собой. Хороший мне совет придал, работать над собой. А вот знаешь, что здесь я? Что есть я? И зачем работать над собой? Вот вопрос какой хороший. Запрещенный вопрос в теме, зачем? Работать над собой. Я это ничто. Я это ноль. Понимаешь? Я это ноль. Настоящий следователь, у него взор направлен не внутрь себя, а вовне себя. Это важно. Все, у кого взор направлен внутрь себя, внутрь именно себя. Я не говорю про тех гениев, как Фрейд и Кант, которые внутрь себя направили взор. Один сделал прорыв в психиатрии, а второй сделал прорыв в философии. То есть у Фрейда и у Канта были единственные объекты для исследований. У Фрейда было его бессознательное, а у Канта был его разум. И каждый из них анализировали себя самих. То есть Фрейд анализировал, как он, что он чувствует и что он думает, исходя из анализа бессознательного и сновидений своих. А Кант анализировал, как он думает. Как он думает на основании, имея только один объект для исследования, это свой собственный разум. Потому что кроме своего разума ты не знаешь никакой другой разум. И представляете, вот эти люди, это единственные люди, кого я знаю, которые сами себя изучали и сделали прорывы. В основном ученые изучают окружающий мир. В этом смысл познания. Познание возможно только, если есть познающие и познаваемые. Так вот, если ты пытаешься познать самого себя, если ты не Фрейд и не Кант, иди нахуй. Просто иди нахуй. С этими идеями от меня просто. Потому что это гарантия, просто гарантия, гарантия деградации твоей. Познавая всегда что-то. Потому что это основа вообще познания. Основа познания, что есть познающие и познаваемые. Когда ты делаешь себя самого объектом познания, все пиздец идет, зацикливание. И тогда тебе нужно иметь такой же опыт, интеллект и способности, как у Фрейда или Канта. Вот только им можно доверить познание себя самим. Я бы вот доверил. Себе не доверяю. Поэтому я предпочитаю не познавать себя. Я предпочитаю изучать окружающих меня женщин и мужчин. Ну, лучше женщин, конечно. Мужчин это так, в силу необходимости. В силу того, что они жертвы моих учениц. Я изучаю мужчин. Теория Канта не опирается на эмпирический опыт. Это в корне противоречит теме, где все идет из опыта. На самом деле в теме не все идет из опыта. В теме, знаете, как интересно получается. Вот я сейчас смотрю построение темы и пытаюсь ее простроить в науку. И я вижу, что да, у нас многое шло из опыта. Именно поэтому тема так сильна. Потому что все шло от системы, из опыта. И выстроилось то, что... Знаете, я сегодня Диме сказал, что соблазнение выстраивается как математика. Оно не зависит от того, кто выстраивает соблазнение. Пифагор доказывает теорему Пифагора. Или кто-то другой не зависит от личности. Она будет в любом случае именно такой, какая она есть. И все. От меня не зависит, как выстроено соблазнение. Да, и методики соблазнения не зависят от меня. От того, как я их вижу. Они сами по себе изначально. Они существуют изначально сами по себе. Их надо открывать, их надо изучать. Вот. Они другими быть не могут. Ну, технология свиты другой быть не может. И объяснение, почему именно это работает, тоже это просто создано, но уже в обществе есть. Вот. То же самое вот в этом, да. Поэтому получается, да, что у нас тема пошла из опыта, да. Но есть другая составляющая, которая вне опыта. И она будет всегда работать, потому что есть основы некие этого. И это важно тоже. Я в этой книге тоже сейчас буду это выводить и показывать. Гораздо сложнее, чем все остальные. Вот спрашивают люди, значит, про классификации и про... Да, слушайте, вот знаете, да. Одна самая первая, самая крутая книга Фрейда была про кокаин. Я не знал об этом. Я об этом только вычитывал, когда изучал биографию Фрейда. Что он писал книгу о пользе кокаина. И пользе кокаина при лечении всего, включая простуду. И сам лечил все, включая простуду, кокаин. Представляете, долгое время он это делал. Представляете, вот это интересно. Интересный такой биографический факт. Очень прикольный. А потом, после того, как он лечился кокаином от многого в своей жизни, его перло. И он всю жизнь после этого писал. Огромное количество книг, разработок. Он считается гением просто. Вот. И, кстати, все это потому, что он лечился от какой-то фигни кокаином от всего. Я ни разу, кстати, кокаин не пробовал. Да. А, бля.